И к ситуации вокруг Сирии, Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию по Арабской Республике. Документ поддержали 133 страны, против проголосовали 12, воздержалась 31. Россия новую резолюцию сочла несбалансированной, потому проголосовала против. Документ носит рекомендательный характер. Инициирование Саудовской Аравии резолюция претерпела значительные изменения в процессе подготовки. Из нее были изъяты выдвинутые Лига арабских государств, призывы к санкциям против Дамаска и уходу президента Башара Ассада. Тем не менее, в тексте преобладает осуждение сирийских властей, а не вооруженной оппозиции. Генсек ООН считает, что в сирийском Алеппо могли происходить преступления против человечности. Об этом Пан Гиммун заявил, выступая на Генеральной Ассамблее. Алеппо считался оплотом повстанцев. Правительственные войска проводили масштабную операцию по осаде города. Между тем, спецпредставитель ООН ИЛАК покинул свой пост. Кофи Аннен объяснил это нежеланием сторон разрешить конфликт мирным путем. Тему продолжит Михаил Варзлашвили. Президенты России и США Владимир Путин и Барак Обама должны проявить смелость и лидерские качества, чтобы спасти Сирию от катастрофы. Об этом заявляет подавший в отставку с поста спецпосланника ООН и Лиги арабских государств Кофи Аннен. Сирия все еще может быть спасена от самой худшей катастрофы. Аннен считает, что военное вмешательство не сможет решить, но признает, президент Сирии Башар Ассет должен уйти. А пока уходит со своего поста ООН Аннен. Война же в Сирии остается. Ни одна из инициатив спецпосланника не была реализована. Гражданское противостояние в Арабской Республике принимает все более жестокий характер. Генсек ООН ищет Аннену замену, а аналитики называют его отставку окончательным провалом мирного плана по урегулированию конфликта. О своей отставке Кофи Аннен официально заявил накануне. Без серьезного давления как на власти Сирии, так и на оппозицию невозможно начать политический процесс в этой стране. Это невозможно осуществить ни мне, ни кому-либо другому. Я уже проинформировал генерального секретаря ООН и генсека Лиги Арабских государств, что не намерен продолжать свою миссию, которая официально истекает в конце августа. К сожалению, по поводу отставки Кофи Аннена уже высказали власти Сирии. В заявлении МИД страны сказано, что Дамаск по-прежнему верит в то, что единственный возможный путь выхода из кризиса – национальный диалог и мирное урегулирование, а не иностранная интервенция. Сирийские беженцы же обвиняют бывшего генерального секретаря ООН Кофи Аннена в том, что он был сообщником режима Асада. Кофи Аннен не просто сообщник Башара Асада. Он несет ответственность за массовые убийства, которые происходят в этой стране. Россия призывает оставить наблюдателей ООН в Сирии и выполнить женевские договоренности. Это сообщение российского внешнеполитического ведомства появилось после известия об уходе со своего поста Кофи Аннена. Кстати, на Смоленской площади в связи с этим, к сожалению. Предстоит определиться и с дальнейшей судьбой миссии ООН в Сирии. Мандат истекает 19 августа. А 16-го Совбез должен принять решение о его продлении. Решение о продлении или непродлении мандата военных наблюдателей в Сирии должно быть принято, исходя из того, уменьшится или нет уровень насилия в этой стране. В первую очередь, должны быть прекращены обстрелы мирных жителей. Если члены Совбеза решат, что продлевать мандат нет смысла, то мы готовы рассмотреть любые другие предложения. «Мы считаем, что продление мандата для международной мониторинговой миссии имеет большое значение. Необходимо получать объективную информацию из этой страны. У нас есть веские аргументы в поддержку продления миссии наблюдателей». Между тем, в зону боевых действий покидают представители армянской диаспоры Сирии. В Ереван в основном едут армяне из Алеппо, где в последние дни были самые ожесточенные столкновения. Визы получают прямо на пограничных пунктах. Ну а тем, у кого есть гражданство Армении, выдают паспорта в посольстве страны в Дамаске и в консульстве в Алеппо. Раньше для этого нужно было ехать в Ереван. «Информация о том, что правительственные войска бомбят и убивают граждан Сирии, ошибочна. Армия защищает нас. Ситуация в Сирии ухудшается с каждым днём. Оставаться там стало невозможно. Мы надеемся, что через пару недель всё наладится». Тем временем в Сирии продолжаются боевые действия. Сообщается о столкновениях в районе Алеппо, Хамы и столице страны Дамаска. Всего за время противостояния, по данным ООН, в Арабской республике погибли около 20 тысяч человек. Михаил Вардзолашвили, канал ПИК.